Любовь и страх к Господу Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Заповеди об отношении к ближнему. После исхода из Египта еврейский народ получил от Бога закон в виде десяти заповедей, начертанных на двух каменных досках, скрижалях. Господь заключил завет с народом через пророка Моисея. Если израильтяне будут соблюдать данный завет и держаться истинной веры, Господь сделает их своим избранным народом, составляющим священное царство. Десять заповедей, которые были даны израильскому народу, по-новому раскрыли смысл любви к Богу и ближнему. В первых четырех заповедях Господь открывается как единый истинный Бог. Только ему должно оказывать божеское почитание. В шести других заповедях определяются взаимоотношения со своими ближними. Самыми близкими и дорогими людьми для человека являются родители. И Господь награждает почитание родителей, обещая долголетие на земле. Об этом говорится в пятой заповеди. Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго жил на земле. Почитать родителей значит любить их, не оскорблять их ни словами, ни поступками. Повиноваться им, помогать им в трудах, заботиться о них, когда они находятся в нужде. Особенно во время их болезни и старости. Вместе с родителями мы должны почитать и тех, кто в каком-либо отношении заменяет нам родителей. К ним принадлежат отцы духовные, заботящиеся о нашем спасении и молящиеся о нас. Воспитатели и учителя, которые учат нас, давая доброе и полезное для нашей жизни. Шестая заповедь. Не убей. Человек создан по образу Божию. Поэтому неприкосновенность человеческой жизни утверждена самим Богом. Под убийством, разумеется, не только лишение жизни себя или кого-либо другого. Этот грех лежит и на тех, кто способствует убийству согласием или помощью. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Слово Божие учит нас хранить чистоту мыслей, чувств и тела. Этой заповедью Господь запрещает мужу и жене нарушать взаимную верность и любовь. Грехи против шестой заповеди ослабляют здоровье тела, подвергают его болезням и повреждают духовные способности. Для сохранения чистоты недостаточно только волевых усилий. Здесь требуется участие в благодатной жизни церкви, а главное – живая любовь к Богу и людям. Восьмая заповедь. Не укради. Эта заповедь предостерегает от греха, который может повредить любви между людьми. Собственность есть необходимые условия жизни человека, обеспечения его будущего. По учению святых отцов, собственность – не благо, не зло, а нечто среднее, что может стать благом или злом. Девятая заповедь. Не произноси на другого ложного свидетельства. Заповедь эта запрещает вредить своему ближнему не только ложным свидетельствам на суде, но и клеветать, говорить о людях дурное, осуждать их, а также верить клеветникам. Повелевает всегда держать свое слово честно. Десятая заповедь. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, никакого скота его, и вообще ничего, что принадлежит ближнему твоему. От зависти рождаются недобрые желания, а от недобрых желаний и все недобрые злые дела. Эта заповедь предупреждает против зависти и пожелания чужого добра, иначе говоря, против внутреннего зла, которое есть причина внешнего. Соблюдая заповеди, человек очищается и приближает Царство Божие на земле. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе.